Мы заметили соседскую собаку у нашего крыльца, она и ее пять щенят нуждались в помощи, прошлые хозяева предали их. Наши соседи, которые продавали свой дом, уехали, оставив Ладу в своем дворе. Она была очень дружелюбной собакой, но не позволяла чужим людям входить на территорию. Когда новые жильцы появились, мы спросили, оставили ли предыдущие хозяева Ладу, но они ответили отрицательно и сказали, что они никогда не видели эту собаку до нашего вопроса. Мы попытались забрать Ладу, но она убежала в лес, и мы больше ее не видели. Через пару недель мы увидели Ладу снова на нашем крыльце. Она была очень худой и истощенной, но стояла и виляла хвостом. Мы подошли к ней, но она не стала есть еду, которую мы принесли. На следующий день миска была пуста, а перед дверью бегали щенки, и Лада стояла рядом с ними. Мы построили вольер возле сарая, где они жили, пока мы не нашли добрые руки для щенков. Их было пять-две девочки и три мальчика. Новые соседи, которые заселились в доме, просили отдать им Ладу, но мы отказались. Теперь Лада живет с нами и имеет заботливых хозяев. Раньше я не мог понять, почему бывшие соседи оставили собаку. Но когда я их встретил и спросил, они ответили, что у них не было места для собаки в их новой квартире. Я сказал им, что это подло и нечестно по отношению к живому существу, и мы больше с ними не общаемся. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.